С положительных моментов, которые произошли на этой неделе, в первую очередь, пожалуй, стоит выделить возвращение Рассела Весбрука. Этого очень долго ждала публика, ждали болельщики Оклахомы, потому что результаты, которые показывала команда, они были, мягко говоря, удручающие. Вернулся Весбрук, набрал 32 очка, Оклахома одержала уверенную победу над Нью-Йорк Никс и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее этой команды возвращение одному из ее лидеров. Также довольно неожиданно оказалось, что Тони Паркер может стабильно и точно стрелять из-за трехочковой линии. Он показывает на данный момент самый лучший процент среди всех игроков NBA, что, конечно, от него никто не ожидал. Две команды, это Торонто и Golden State Warriors, побили клубные рекорды по количеству побед на старте. У обоих этих коллективов их уже по 13, чего не было у них никогда за всю историю. На этой неделе мог произойти прецедент, и Лига могла принять протест Kings, которые обратились в Лигу, в профсоюз с требованием отменить двухочковый, который был засчитан, Кортни Ли. Забросила за 0,3. Сакраменто позиция была, что он не успел выбросить мяч, и время вышло. Но, наверное, к счастью, комиссионер Адам Сильвер выступил заявлением о том, что решение судей меняться не будет. Они его приняли на свое усмотрение, и если они почитали, что мяч нужно засчитывать, то, соответственно, это так и было. И прецедента не произошло, потому что могло быть потом повторение со стороны других команд, но Сильвер сразу это прервал, и надеюсь, что похожего в ближайшее время не будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!